Добрый вечер, братья и сёстры! Добрый субботний вечер всем, как вы? Чувствуете себя в Доме Господнем? Уютно? Слава Богу! Как-то на одном из разборов служения мы говорили о том, что хорошо было бы что-то говорить о здоровье немножко в пятницу, хотя бы чуть-чуть, что-то такое, чтобы нас вдохновляло идти тем путём, который мы идём, путём здоровья. И вот я хотел бы сегодня кратенько рассказать из мира физиологии, из иммунной системы что-то очень важное. Я так понимаю, что это важно, и оно в какой-то мере связано с тем, что мы будем говорить духовно. Бог создал иммунную систему, и она функционирует очень хорошо. Она способна защитить нас от любой угрозы, с которой мы встречаемся, от любой. То, что мы живы до сих пор, это свидетельство того, что эта иммунная система работала. Каждый порез, травма, ушиб, микроб, вирус, грибок — это, по сути, то, что нанесло угрозу, то, что должно было нас убить. Но мы живы. И это свидетельство того, что иммунная система, оно и Божье благословение было с нами. Иммунная система очень сложно устроена. Я всего не понимаю. Но некоторые фрагменты, которые я понимаю, они меня воодушевляют и вдохновляют. И мы знаем то, что когда наш организм встречается с чем-то, оно попадает в нашу кровь, возможно, то с этим встречаются наши клетки иммунной системы — лимфоциты. И один из разновидностей этих лимфоцитов — это Б-лимфоциты. Они встречаются с чужаком, и они активируются, встретившись с ним. Как они узнают, что это чужое? У него немножко не такое строение белка, у этого чужого. Поэтому они его захватывают, знакомятся с его содержанием, каким он является. И затем эти Б-клетки активируются, и они начинают вырабатывать антитела. И они сигнализируют другим клеткам о том, как устроен вот этот чужеродный, угрожающий нашему телу, какой-то агент. И вот если мы встретились с бактерией, вирусами и так дальше, вот эти Б-клетки, они активируются, и они показывают всем остальным клеткам, вот как этот чужой организм устроен, как его распознать. Ведь представьте, у нас сотни тысяч километров кровеносных сосудов, и там есть, где спрятаться. Но нельзя спрятаться, потому что Б-клетки и все остальные Т-клетки циркулируют и находят всюду. Но они знают, кого надо искать. У них есть портрет. Но есть и другая сторона, другой аспект. Это болезни, которые поражают клетку изнутри. Понятно, когда что-то в крови приплыло, и мы его поймали, это чужое увидели, и мы с ним боремся. Но когда это чужое в клетке, клетка с виду как бы снаружи, как наша клетка, ну а внутри у неё уже идут, мозги у неё полностью изменены, белки формируются другие, и она будет нести угрозу организму. Есть ли надежда для нас в таком случае защититься? Оказывается, есть. Оказывается, что любая клетка в организме человека способна, если у неё в середине есть проблема, выставить на мембрану вот эту свою проблему, как она устроена. То есть этот белок раковой клетки или ещё какой-то вируса, который внутри клетки находится, она его выставляет. И есть специальные клетки в организме, которые называются цитотоксические клетки. Они приходят, и что делают? Они начинают сразу же убивать эти клетки, наши клетки, потому что они понимают, что это угроза всему организму. То есть, по сути, наша иммунная система способна убить всё, даже рак, даже какие-то вирусные болезни. И удивляюсь, как вирусные болезни распространяются, особенно в коллективе. Вот один чихнул, и потом симптомы повторяются один за другим, один за другим. К сожалению. Но всё-таки мы, слава Богу, выздоравливаем. Симптомы говорят, что иммунная система борется. Да, борется, да. То есть идёт борьба. Идёт борьба, да, сто процентов. Хорошо, когда... Плохо, когда нет никаких симптомов. Ни температуры, ни кашля, ничего. Но организм уже не может бороться. Но вот, скажем, когда есть проблема внутри клетки, и она невидима пока что ещё, клетка может выставить эту проблему на свою мембрану. И вот эти клетки, они способны увидеть эту проблему, особенный вид клеток, и сразу же убить эту клетку вместе со всем содержимым и не дать ей распространяться. Но иногда мы видим, что те же самые раковые клетки, они размножаются. И хотя есть потенциал, и есть в организме возможность побороть вирус какой-то, какую-то раковую проблему, а оно распространяется. Почему-то организм не справляется, почему-то иммунная система не может справиться с этим. И вот наступает момент кризиса, когда мы можем узнать, что у нас проблема, какая-то болезнь. Когда я об этом думал, вернее, я думал о библейском тексте, а потом я вспомнил вот эту иллюстрацию из физиологии. Я вспомнил текст из книги «Экклезиаста», 9 глава, с 10 текста, с 11 текста. «Экклезиаст, 9 с 11 текста». Здесь написано, Соломон говорит, «Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположения, но время и случай для всех их». Что мы читаем и как мы понимаем этот текст? Я долгое время понимал так, скажем, как случай с Нейманом. То есть у него была болезнь, у него была проблема, и у него была безвыходная ситуация. Но вдруг двери возможностей открылись для Неймана. Почему? Девочка, вот если бы побывала у пророка, и вот возможность. И я вот долгое время этот текст принимал именно в таком вот разрезе, что если есть какая-то проблема, то есть решение, Бог даёт какую-то возможность. Или, с другой стороны, что все равны у Бога. То есть у каждого человека Бог даёт какие-то возможности в жизни для того, чтобы чего-то достигнуть, что-то преодолеть, что-то приобрести. Но мы знаем, что Библия и всё Писание благодухновенно, и всё оно христоцентрично. Как этот текст мы можем в разрезе, в христоцентричном разрезе понять. Я понимаю так. Есть время и случай для всех. В первую очередь этот текст говорит о том, что каждый человек на земле может узнать об Иисусе Христе. И у каждого человека есть возможность получить победу в Иисусе Христе. У каждого человека есть возможность приобрести Божье благорасположение к себе. Каждый человек может иметь, мы читаем, хлеб здесь сказано, мудрым хлеб и богатство. Всё это мы можем связать с Иисусом Христом. И мы читаем Евангелие Теона, первая глава, что был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть все люди без исключения способны познать Иисуса Христа и являются объектом божественной любви. И Бог делает всё для того, чтобы каждый человек узнал Иисуса и принял Его в свою жизнь. Но когда мы смотрим 12 текст, как тогда его понять? Мы читаем, что ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. В чём здесь идёт речь. Когда я читал Евангелие Теона, шестая глава, там мы сейчас некоторые моменты рассмотрим решающий момент в Галилее. Эта глава называется «Желание веков». Это критическая ситуация, которая возникла в Галилее, в той области, в отношении Иисуса Христа. Настолько критическая, что прошло сильное разделение. 70 оставили Иисуса, множество людей охладело к Иисусу. Был сильнейший кризис. И вот мы видим, что многие люди, которые были привлечены к Иисусу, которые имели время и случай, как мы читаем здесь, для себя, они видели Иисуса, Его любовь, они были привлечены Его чудесами, мы сейчас еще дальше будем говорить, но они, в конце концов, охладели. Пришло пагубное время, когда они оставили Иисуса, оставили веру. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы услышали услышав об Иисусе, чтобы когда мы как бы прочувствовали Его любовь, испытав влечение ответное, верой, приняли Иисуса в свою жизнь, чтобы мы продолжали так ходить с Иисусом, чтобы мы не оставили, потому что есть риск в том, что мы можем попасть в это безбедственное время, когда мы оставим Его в силу каких-то причин. Я не призываю вас сегодня или как бы не хочу посеять сомнения, чтобы мы сомневались в спасении, в доверии Богу и так дальше, в вере в Него. Но очень важно, мы сейчас посмотрим критически, посмотреть на свою веру, на свою жизнь, на мотивы своих поступков, потому что в другом случае может так случиться, что наша вера окажется просто пустым звуком. И вот когда мы читаем уже Евангелие от Иоанна, 6 главу, с 22 текста мы начинаем, мы встречаемся с сильнейшим ажиотажем, который возник в Галилее по отношению к Иисусу Христу. Мы читаем, что какой контекст, вообще, о чем 6 глава говорит и начинается с чего первые тексты, насыщение пяти тысяч хлебами. Мы часто говорим об этом чуде, о том, что Иисус сделал невероятную вещь, Он повторил, возможно, то, что было в пустыне, манну, израильтяне ели, Иисус тоже дает хлеб. Это было невероятное чудо. Тысячи людей были накормлены. И мы можем себе представить, какое возбуждение в народе в этот момент возникло, какой ажиотаж, насколько Иисус привлекал людей. Ведь представьте, Он мог из ничего сделать еду, Он мог исцелить неизлечимую болезнь, Он мог, в конце концов, стать таким царем, который фактически решит все проблемы и даст решение всех надежд, которые только есть. И вот когда мы читаем вот эту историю насыщения пяти тысяч, она заканчивается тем, что Иисус буквально заталкивал учеников в лодку и отправил их. Они не хотели, конечно же, уплывать, потому что тут был момент, когда, возможно, можно было бы Иисуса воцарить. Но Иисус их буквально вытолкнул, и они поплыли. Иисус потом пришел по воде к ним. Это еще одно чудо, да? И вот представьте, что вот это ажиотаж с одной стороны, в учеников какие мысли, какие чувства. И вот на этой, скажем, на фоне вот этом Иисус понимает, что люди, они не поняли, что произошло. Они получили хлеб, их нужды были восполнены. Почему Иисус давал хлеб? Ради того, чтобы сделать чудо? Нет. Он весь день учил. Люди были голодны, Иисус заботился о нуждах людей, Он переживал о них, и Он дал им хлеб, чтобы накормил их. Но люди не поняли этого урока. Они видели в нем суперзвезду, они видели в нем царя, они видели освободителя, дающего хлебе все, что нужно. Но самого главного урока, а по сути, какого урока? Иисус, как хлеб небесный, они не восприняли. И поэтому Иисус стоял перед серьезным проблемой. Ему нужно было донести этот урок. Он понимал, что многие люди пришли и ищут Его только лишь потому, что их нужды восполняются. Ты болен, ты будешь исцелен. Ты беден, ты будешь богат. Ты, я не знаю, там еще что-то, тебя будет там жена, муж, еще что-то, перспектива, карьера. То есть у них была, по сути, корысть, но не было веры. И вот Иисусу нужно было эту истину каким-то образом открыть. Но Иисус понимал больше, чем человек. Он понимал, что это фактически невозможно. Он понимал, что это, если Он будет идти дальше в том, чтобы побудить людей все-таки принять этот урок так, как Он хотел преподать, это приведет к разделению. Но Иисус ничего не сделал для того, чтобы сгладить как-то, адаптировать это. Он все-таки в конце концов сделал так, чтобы... Вот я хотел прочитать эту цитату. Когда Христос запретил народу называть Его царем, Он знал, что в Его жизни наступит поворотный момент. Толпы, которые сегодня желают посадить Его на трон, завтра отвернутся от Него. Разочаровавшись в своих эгоистичных планах, они обратят свою любовь и ненависть и хвалу в проклятие. Но, зная это, Он ничего не предпринял, чтобы предотвратить кризис. Он никогда не обещал своим последователям земные почести. Одному из них, который желал стать Его учеником, Он сказал как-то, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Если бы люди могли служить и миру, и Христу, то многие охотно поддержали бы Его. Но подобное служение Он не мог принять. Среди тех, кто общался с Ним, были люди, питавшие надежды на земное царство. Им нужно было открыть глаза. Они не поняли глубокого духовного поучения, содержащегося в чуде с хлебами. Это также следовало объяснить людям, а новое откровение было серьезным испытанием. И вот как разворачивается эта история, эта ситуация. Мы видим, что утром люди огромными толпами начали собираться в то место, где был Иисус, но они Его там не нашли. Была всего лишь одна лодка, и ее не было, и они поняли, что Иисус уплыл. И поэтому люди подошли еще лодки, и по суше люди пробрались на тот берег, и там они нашли Иисуса и учеников. Ученики тоже были подогреты. Они говорили о том чуде, которое они видели ночью. Иисус шел по воде. И представьте, как это людей еще больше воодушевляло. И некоторые, не доверяя или, скажем, желая лично услышать из уст Иисуса этот рассказ, чтобы как-то воодушевиться еще больше, начали Его спрашивать, найдя на той стороне моря, 6.25 Иоанна, начали говорить Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Уже было свидетельство учеников, но люди хотели еще, знаете, это было еще, еще, и люди воодушевлялись и желали знать, и хотели больше о чуде слышать. Но Иисус не ответил на их просьбу, на их честолюбивое желание, как-то, знаете, воодушевиться еще больше. Он прямо сказал им, что вы ищете Меня, почему? Не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свой Отец Бог. Что мы видим? Мы видим, что Иисус переключает их внимание от физических, каких-то физического хлеба на духовный хлеб, на духовные аспекты. Они воодушевились сразу же. Что я еще могу сделать, чтобы заслужить Божье благоволение к себе? Мы готовы зарабатывать это в нашей человеческой природе, как-то себя представить, чтобы на нас Иисус обратил внимание, чтобы Бог нам благоволил. Но Иисус сказал им в 29-м тексте, Он их внимание отвлек или перевел от человеческих каких-то заслуг и дел, на что «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть Он обратил внимание их на себя, на то, чтобы они веровали в Иисусе. К сожалению, люди в большинстве своем не воспринимали то, что Иисус говорит. И мы читаем, что люди не захотели фактически принять ту истину, которую Иисус им предложил. Они пришли, спрашивают о Него, Душу, что делать? Веровать в Того, Кого Бог послал. Что может быть проще и яснее быть сказано? Он ясно и понятно сказал, что требуется от человека. Но мы читаем, что они не захотели принять то, что Он сказал. Было много чудес, было много свидетельств, как для Мессии, скажем, чтобы они видели в Нем Мессию, но они все-таки не восприняли это. Мы читаем такие слова, но люди не захотели принять божественную истину. Иисус совершил все, что было предсказано пророками о Мессии, но в своих корыстных надеждах они ждали от Него большего. Да, Христос однажды накормил тысячи людей ячменными хлебами, но во дни Моисея Израиль питался манной 40 лет. И от Мессии ожидали глубоко гораздо большее благословение. Глубоко неудовлетворенные они спрашивали, если Иисус мог совершить такие великие чудеса, свидетелями которых они были, то почему Он не дарует своему народу здоровье, силу и богатство? Почему Он не освободит от притеснителей и не облечет силой и славой народ? Он утверждал, что является посланником Божьим, и тем не менее отказался стать царем Израиля. Это оставалось для них тайной, которую они не способны были понять. Его отказ был неправильно истолкован. Многие решили, что Он не осмелится заявить о Своих правах на престол, потому что Сам сомневался в божественной природе Своей миссии. Таким путем они открывали свои сердца неверию и семя, посеянное сатаной, принесло соответствующий плод непонимания и отступничества. Вот смотрите, привлечены к Иисусу. Казалось бы, они близко возле Него, фактически они вот-вот уже они Его приняли. Но так как что-то было не по-ихнему, так как была вот эта корыстная нота, она не давала им покоя и по сути она привела их к неверию и отвержению Иисуса. Печально, печально, но мы видим, что это может быть и в нашей жизни. В нашей жизни может быть такое. Мы видим, что да, вот место вот этим мыслям они встали на путь неверия. И мы видим дальше, что некоторые начали насмехаться, говоря ему такие слова. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Что мы видим здесь? Свидетельства были многочисленные, но они смеются еще, дай свидетельство какое-то, еще какое-то чудо. Вот у нас есть Моисей, он нам дал хлеб, они почитали Моисея, но не Моисей дал хлеб, а Бог дал хлеб. Но по сути их родители тоже против Моисея роптали, и тоже его фактически постоянно конфликты с ним были, и тоже были неверующие. А теперь они Моисея почитают. Но Иисус был больше Моисея, и тот хлеб в пустыне был дан Иисусом. И поэтому в ответ на, мы читаем эту насмешку, Иисус начинает говорить, развенчивать их заблуждение, что не Моисей дал вам хлеб с неба, «А Отец Мой дал вам истинный хлеб с небес». И дальше Иисус конкретизирует, «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Снова они так воспряли, «Давай нам всегда такой хлеб». Они ожидали, они не поняли духовного урока. Но мы читаем, Иисус опять говорит им, Иисус говорит, «Я есть им хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус произнес истину, которая еще более, по сути, углубила то разделение, тот конфликт и тот кризис, который возник. Мы дальше видим, что, к сожалению, произошло разделение. Но Иисус не мог как-то, знаете, говорить что-то такое, чтобы, может быть, людям понравилось. или чтобы как-то адаптировать их желание служить им миру и служить Иисус. Иисус сказал ясную истину. Хлебом небесным является Он. Он сказал о том, что «Отец дает истинный хлеб с небес. Отец мой дает вам. И хлебе есть Божий это я». По сути, Он оказался на себя. Но мы читаем, что они тоже этот урок не воспринимают. все все еще думая, что Иисус говорит о простой пище, некоторые слушавших Его воскликнули «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Тогда Иисус сказал им прямо «Я есть им хлеб жизни». То, что Иисус сказал, оно было знакомо иудеям. Символы духовного хлеба, то, что в Моисея мы читаем «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим Иисус Божий». То есть Иисус говорил им знакомые им вещи. В этой толпе были не только простые люди, но были раввины, были религиозные лидеры, политические лидеры. Они все прекрасно знали Слово Божие. И они все прекрасно знали вот эти истории и знали истину о духовном хлебе. Но, к сожалению, они не приняли Его Слово. Иисус говорит дальше, что Иисус сказал им такие слова «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете». О чем здесь идет речь? Мы видим, что Иисус все-таки, хотя, казалось бы, ситуация уже идет как бы безнадежно, безнадежности по отношению для многих людей. Он снова говорит им и надежду озвучивает, что приходящий ко Мне не будет алкать, верующий в Меня не будет жаждать никогда. То есть, есть надежда. но к сожалению они не принимают. Мы читаем, Иисус говорит, «Я сказал вам, что вы видели Меня и не веруете». А когда они видели Его и о чем речь идет? Здесь идет речь о том, что Иисус говорит, что вы имели свидетельство о Мне. И Духом Святым эти люди были просвещаемы в отношении Иисуса. Иисус говорит, «Вы видели Меня». То есть, вы имели свидетельство Божие в отношении Меня. Больше, чем просто чудеса. Свидетельство Божие в отношении Моей Личности. Но он говорит, «Вы видели и не веруете». Печально. Он говорит, «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». К сожалению, требуя еще одно знамение, они его не получили, потому что они остались бы такими же неверующими, и для них бесполезно было совершать что-то. Поэтому Иисус, несмотря на то, что они вот такое неверие проявляют, все-таки приглашают их, говоря все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Но они все-таки соблазняясь говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Еще один повод к неверию, его происхождению. И мы читаем об этом ниже 42-го текста, что они говорят, «Не Иосифов ли это сын, которого отца и мать мы знаем?» Как же Он говорит, «Я сошел с небес?» Но Иисус не ответил на их лживые измышления, Он не пытался объяснить тайну своего происхождения. Люди, сердца которых были открыты для истины, они должны были это свидетельство принять, и для них его было достаточно. Предрассудки фарисеев были глубже, нежели можно было судить по их вопросам. Это коренилось в испорченности их сердец. Каждое слово и каждый поступок Иисуса возбуждали в них вражду, потому что Он не одобрял Духа, которым они были исполнены». Что дальше происходит? Очень много текстов. Мы некоторые опустим. Иисус открывает историю о том, как было дана Манна дальше, опять же духовные уроки этого события. Какие может быть практические моменты мы можем взять для себя вот на этом этапе? Иисус мы видим, еще один момент, в 51-м тексте, в 48-м тексте говорит «Я есм хлеб жизни». И в 51-м тексте говорит «Я хлеб живой, шедший с небес. Я дущий хлебся и будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иудеи начали спорить и кричать, но Иисус еще более конкретнее ответил, в конце концов, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, а я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня будет жить мною. Сей есть хлеб сшедший с небес и так далее. Когда эти слова прозвучали, это было то, что фактически для людей было последней каплей по сути. Хотя Иисус не говорил чего-то нового. Он говорил то, что было знакомо им. Он использовал их образы, их символы, и указывал на главные вещи, которые должны были произойти в их жизни. Но они, к сожалению, не воспринимают. И мы читаем, даже ученики, многие из учеников его, мы читаем, слышат то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? И мы читаем, в конце концов, они ушли. И вот представьте, что чувствовал Иисус в этот момент. Мы сейчас, может быть, до этого дойдем. Но давайте вернемся к тем символам, которые Иисус открыл. Есть плоть и пить кровь. Что это значит? В книге Желания веков мы читаем такие слова. Есть плоть и пить кровь Христову значит принять Его как личного Спасителя. Верить, что Он прощает наши грехи и что мы достигаем в Нем полноты. Вот что значит. «Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества. Христос должен стать для души тем, чем пища является для тела. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного спасителя. Теоретические опознания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и Его благодать». Очень ясно и очень конкретно. Но даже эти образы, то, что Он сказал, есть и пить, не дают представления о преимуществах общения верующего со Христом. Иисус сказал, «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня будет жить Мною». Как Сын Божий жил верой в Отца, так и мы должны жить верой во Христа. Иисус настолько подчинился воле Божьей, что только Отец был явлен в его жизни. Хотя он и был искушаем во всем, подобно нам, но он не запятнал себя злыми делами, которых так много происходило в окружающем его мире. Мы должны побеждать так же, как побеждал Христос. Являешься ли ты последователем Христа? Тогда все, что написано о духовной жизни, написано для тебя, и ты сможешь достичь этого через единение со Христом. Может быть, ревность твоя угасает? Может быть, твоя первая любовь охладела? Прими же вновь предлагаемую любовь Христа, ешь его плоть, пей его кровь, и ты станешь один с отцом и сыном. Неверующие иудеи, к сожалению, не видели никакой другой смысла, кроме буквального в словах Иисуса. Иисус спросил, это ли соблазняет вас? Но вот мы читаем слова, которые говорю вам, дух и жизнь. Жизнь Христа, которая дарует жизнь миру, заключается в его словах. Своим словом Иисус исцелил болезни и изгонял бесов. Своим словом Он усмирял море и воскрешал мертвых. Люди свидетельствовали, что Слово Его обладало властью. Он говорил Слово Божье так же, как Он говорил через всех пророков и учителей Ветхого Завета. Вся Библия это проявление Христа, и Спаситель желал сосредоточить веру своих последователей на Слове. Когда Его видимое присутствие завершится, источником их силы должно стать Слово Божье. Подобно своему Господу, они должны жить всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Как пища поддерживает наше физическое существование, так Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. И каждый должен обрести жизнь в Слове Божьем. Подобно тому, как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать его через других людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога о из посланий Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Мы должны взять один стих и сосредоточить на нем все внимание, стремясь понять, что же Бог хочет сказать нам. Мы должны размышлять над содержанием Его до тех пор, пока не постигнем суть и не узнаем, что говорит Господь. Обетование и предостережение Иисуса относятся также и ко мне. Бог так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я, веруя в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Опыт, о котором говорит Слово Божие, должен стать моим опытом. Молитвы и обетования, заповеди и предупреждения все это относится ко мне. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ну и так далее. К сожалению, очень мало времени. На этом мы остановимся. Подведем итог. Мы видим, что есть прекрасная возможность для каждого из нас это уверовать в Иисуса. И мы уверовали в Него, приняв Его однажды свою жизнь. Откликнулись на Его призывы, откликнулись верой. Но жизнь продолжается и важно, чтобы какие-то эгоистичные мотивы, какие-то цели наши человеческие не закрыли от нас истину, не закрыли от нас Христа, как в случае с Иудеем. Многочисленные свидетельства, откровения Духа Святого, все это было отвергнуто и в конце концов Его оставили, оставили Христа, пошли во тьму. Бог дает нам Слово Свое, Он дает нам истину, и Бог желает, чтобы эта истина стала нашей. Подобно тому, как мы каждый день кушаем, каждый день пьем, мы должны настолько быть в тесных взаимоотношениях с Иисусом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Пускай Бог поможет нам в этом, и давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам истины Твоей, Слово Твоего. И мы, Господь, осознаем, что истина очень глубока, и зачастую мы неспособны все понять, тем более, возможно, принять. Но мы просим, чтобы Ты не оставлял нас. Мы просим, чтобы Твой Дух Святой открывал нам и Иисусом. Мы просим, чтобы Твое Слово мы полюбили так, как свою любимую пищу, чтобы мы настолько сблизились с Тобой, чтобы Ты жил в нас. Мы просим также, чтобы наши эгоистичные, какие-то человеческие преграды не заслонили Тебя от нас. Помоги нам, Господь совершать Свой жизненный путь таким образом, чтобы всегда видеть перед Собой Тебя, видеть веры. Дай нам, Господь, искреннюю веру, научи нас молиться, открой нам Слово Твое и будь за все прославлен. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok